Аня Горшкова – одна из самых красивых актрис российского кино. Но почему же она перестала сниматься? Ведь при таких внешних данных ее карьера должна быть удачной. Видимо, неземная красота – это еще не залог успеха. Давайте выясним, куда пропала любимая актриса, почему перестала сниматься и чем она сейчас занимается. Аня родилась 28 ноября 1983 года в Москве, сейчас девушке 37 лет. Отец Анны – работник КГБ, а мама – домохозяйка. На семейных фотох хорошо заметно, что Аня как две капли похожа на свою красавицу-маму. Те же правильные черты лица, роскошные волосы, очаровательный взгляд и милая улыбка. Когда девочке было 4 года, родители развелись. Аню воспитывали мама и дедушка, генерал-лейтенант, который работал в КГБ. Девочка с самого детства увлекалась музыкой. На прогулках мать с маленькой Аней проходила мимо дома Елены Образцовой. Летом певица открывала окна, когда занималась вокальными упражнениями. Аня была очарована звуками ее голоса. Девочка подросла и поступила в музыкальную школу. Там преподаватели сразу заметили, что у Ани абсолютный слух и прекрасный голос. Работа моделью. Но с возрастом Аня разочаровалась в музыке. В 14 лет ее увлекла карьера модели. И она вместе с мамой переехала в Париж. Во Франции Ане пришлось много работать, и ее хватило только на два года тяжелого труда в модельном бизнесе. Аня приняла решение вернуться в Москву. Здесь ее встретили с распростертыми объятиями. Еще бы такая красавица с опытом работы на парижских подиумах. Анна продолжила работать моделью, но уже в России. Бедная Настя. А потом была роль в сериале «Бедная Настя», после которой Анна стала известной на всю страну. Там она сыграла крепостную актрису Полину Пенькову. Роль непростая. Полина Пенькова – коварная красавица, которая завидует счастью главной героини. Но роль Ане далась не сразу. Ее позвали на кинопробы, но девушка отказалась. Она боялась, что у нее не получится, ведь у нее нет актерского образования. Аня училась на социолога в университете управления, а с актерским мастерством была знакома лишь на курсах модели. Но проект «Бедная Настя» уникальный. Создатели фильма решили взять на роли неизвестных, но красивых артистов. Многие из них были без актерского образования. И всех новичков отправили на курсы при МХАТе. Там Анна и изучила азы актерского мастерства. Уже с первой своей роли Анна показала, что у нее есть актерский талант. После обучения на двухмесячных курсах актерского мастерства она сумела полностью погрузиться в своего персонажа. Ведь по своей природе Анна – девушка добрая и застенчивая. А ее персонаж – Полина Пенькова – девушка глупая и завистливая. Аферистка, которая постоянно ставила палки в колеса главной героине. Что стало с Анной после «Бедной Насти»? После выхода на экраны «Бедной Насти» все актеры этого сериала стали знамениты. А Горшкову сразу же пригласили для участия в других проектах. Теперь ей предлагали главные роли. Девушка снялась сразу в нескольких известных фильмах и сериалах. «Дорогая Маша Березина», «Моя предчистенка», «Две судьбы», «Билет в гарем», «Провинциальные страсти», «Пассажирка». Но успех «Бедной Насти» повторить не удалось. Карьера Анны Горшковой стремительно катилась вниз. Последняя работа Анны в кино – это эпизодическая роль в военном фильме «На Париж». В нем Горшкова сыграла летчицу. Других ролей за последние годы ей не предложили. После кино. Почему Анна так и не смогла удержаться в кино? Критики настаивают, что ей нужно профильное образование, чтобы продолжить карьеру актрисы. Да, на курсах ее обучили азам и помогли вжиться в роль героини. Но чтобы перевоплощаться в разных персонажей, играть главные роли, нужен многолетний опыт. И Анна решила иначе. Сейчас она занимается тем, что ей по душе. Аня снова занялась музыкой. Она поет, выступает на концертах, сотрудничает с Артуром Бестом Ильяном Осиным. Также Анна вспомнила о карьере модели. Сейчас она представляет в России бренд корейской косметики. У себя на страничке в Инстаграме Аня делится своими новыми открытиями по уходу за кожей лица. В кино больше не снимается, но на экранах появляется регулярно, в качестве приглашенной звезды в телепередачах. Аня признается, что все-таки мечтает когда-нибудь вернуться в кино. Семейная жизнь с миллионером. В 2007 году Аня вышла замуж за Михаила Борщева, который на 15 лет ее старше. Но с мужем не сложилось. Актриса призналась, что он запрещал ей сниматься в кино и выходить на подиум. А домохозяйкой стать она была не готова. Девушка заявила, что не хочет жить в золотой клетке и развелась. Детей у нее нет и больше замуж она не вышла. В 2013 году журналисты поговаривали о ее романе с режиссером Станиславом Говорухиным. Как изменилась Анна Горшкова после пластики? Поклонники актрисы заметили, в последнее время Аня преобразилась. Многие сожалеют, что актриса поддалась современным трендам и сделала пластику. Поклонники сетуют, что теперь ее лицо стало напоминать куклу. Но а была ли пластика вообще? Возможно, Аня стала колоть ботокс или филеры, но форма ее лица осталась прежней. Изменились только брови, которые от природы были изящными и тонкими. Теперь на их месте широкие брови в восточном стиле. Ну и увеличила губы. Хотя это сейчас делают все актрисы. Но поклонники Анны возмущаются, что она просто убила свою природную красоту, стала неинтересной. Может быть, поэтому ее перестали приглашать на главные роли? Кому нужны одинаковые инстаграмные куклы, кроме самого инстаграмма? КОНЕЦ КОНЕЦ